Бахчисарайская школа номер 4 и 4-я Лобинская школа по-братимам. Очередной телемост, который они провели 19 апреля, дал возможность школьникам обменяться важной для каждого образовательного учреждения информацией. Школы объединяют люди одной фамилии, но каждый оставил свой след в истории в разные годы. Школа по-братимам из Бахчисарая носит имя участника Великой Отечественной войны Александра Мальцева. А выпускник нашей школы Мальцев Александр является героем СВО. Биографию и подвиг Лобинского героя дети знают на зубок. 26 апреля – день рождения Героя России. И это еще один день, когда юные патриоты с гордостью не раз произнесут его имя. В ходе телемоста, который провели в преддверии даты, они поведали своим крымским друзьям о боевом пути выпускника 4-й школы, о том, как он в одиночку захватил опорный пункт противника, взял в плен бойцов ВСУ и о том, как школьники гордятся земляком, совершившим невероятный подвиг. В сентябре в стенах нашей школы сняли документальный фильм о Герое России Александре Викторовичу Мальцеву, который выйдет уже этим летом. В съемках принимали участие ученики, учителя, родители и выпускники школы. Тема телемоста – наши герои. В свою очередь, бахчисарайская молодежь рассказывает о своем Александре Мальцеве. Он защищал страну в годы Великой Отечественной. Тогда еще курсант Высшего военно-морского училища береговой обороны, он встал на оборону Севастополя. Крымские школьники чтут героев войны, хранят о них память, а рассказы о подвигах, в какие годы они бы не совершались, укрепляют патриотизм. Это важная веха воспитания, особенно воспитания патриотизма молодого поколения. Дата проведения, вот 19 апреля, выбрана не случайно. Именно 241 год назад Екатерина II своим манифестом присоединила Крым к Российской империи. И сегодня города-побратимы, школы-побратимы проводят такие телемосты с тем, чтобы продолжать укрепление дружбы между молодыми людьми, воспитывать патриотизм, воспитывать любовь к родине, воспитывать достойных защитников Отечества. Живой диалог между сверстниками делает дружбу крепче, а обмен информацией пополняет знания юных патриотов. Это наше традиционное мероприятие, которое мы стараемся проводить ежегодно. Для нас оно стало уже не просто традиционным, а таким вот каким-то действительно дружеским, не просто телемостом, а мостом между Крымом и Россией. Тем более, что это год, год десятилетия воссоединения Крыма с Россией. Лобинцы ждут своих побратимов в гости уже этой осенью. Они готовы делиться опытом, есть о ком рассказать и что показать. Связь с такими ребятами, общение с ветеранами вооруженных сил, изучение истории и поиск материалов о героях страны, безусловно, формирует гражданственность и патриотизм. А когда речь идет о подрастающем поколении, речь идет о будущем страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова